Анатолий Митяев По следу умятыми танками заторопились сани с боеприпасами. Полевые кухни. В несколько минут обжитые за зиму траншеи, землянки и блиндажи опустили. Только митинг дивизион остался на месте. Орудия били в догонку по фашистам. Но вот и они кончились стрелять. Из укрытий разом выехали автомобили-тягачи. Артиллеристы прицепили к ним орудия, Обросали в кузова по шитке и забрали сами. Митя тоже хотел влезть в кузов автомобиля. Но тот подошел старшина. Он протянул Мите вещевой мешок и сказал. Вот тебе корни в продукты. Останешься охранять снаряды. Все нам не увезти. Дня через три приедем за ними и за тобой. И дивизион уехал. Все произошло так быстро, так неожиданно, что Митя не сразу понял, в каком он оказался положении. Оставшись один, Митя пересчитал ящики, окрашенные для маскировки известью. Поправил, чтобы лежали ровно. А больше делать было нечего. Митя ходил возле снаряда, прислушивался, всматривался. Но никакого движения не было вокруг. И не было никаких звуков. Стояла мертвая тишина. Люди ушли из этих мест наступления. А птицы и звери скрылись из этих мест еще раньше. Бомбы и снаряды падали здесь так густо, что изломали и посекли каждое дерево в лесу. От сосен остались разодранные пеньки, высокие, выше человека. В наступавших сумерках остатки деревьев казались фантастическими существами. Они тянули во все стороны изломанные щепки и будто жаловались Мите на свою горькую судьбу. Митя смотрел на них, и на сердце у него становилось все тревожнее. Стемнело. Митя забрался в блиндаж. Хозяева увезли печку и лампу. Митя ощупь ее тыскал лежанку, сгреб солому к стене и устроился поудобнее, положив под голову мешок с продуктами. Автомат положил рядом. Тепло из блиндажа ушло. Вместе с ночным холодом стали к Мите подбираться страхи. А что, если подкрадутся фашисты? Думал Митя. А может, придет волк-людоед? Вот сейчас заскребется лапами в дверь. А дверь тонкая, и запора нет. Митя захотелось скачать, выстрелить в дверь длиной очередью из автомата, но он не вскочил. Митя заставил себя лежать и так, лежа, дождался других мыслей. О том, что он солдат, и бояться не полагается. Он не просто ночует в блиндаже, он охраняет склад боеприпасов. И горе тому, кто попытается их взорвать или выхрызть. «Пора на пост», — сказал себе Митя. После этих слов он встал, поставил автомат на боевой взвод и открыл дверь. Ночь не была черной. Как казалось в блиндаже, она была серая. Слабый свет шел от снега. В этом сером свете Митя разглядел штабель ящиков со снарядами. Медленным шагом он несколько раз обошел его и вернулся. «Теперь спать», — приказал себе Митя. Натянул поглубже шапку, свернулся калачиком, подоткнул пол и шинели, чтобы было потеплее. Но в холоде и в одиночестве сон никак не шел. Митя чуточку задремал. Утром, отогревшись у костра и пожевав сухарей, он отправился искать печку. Иначе замерзну, думал он, «Хоть какая-нибудь плохенькая печурочка должна же остаться. Столько народу жило здесь всю зиму». Митя лазил по блиндажам и землянкам. Много всякой всячины ему попадалось. Он нашел лампу, сделанную из снарядной гильзы. Нашлись даже концентраты пшенных кашек. А печки не было. Кто ж оставить такое сокровище в зимнюю пору? Но вдруг в полуобвалившейся землянке, куда Митя и заглядывать не собирался, он увидел самовар. Медный самовар был огромный и круглый. Он стоял на сосновой чурочке, на четырех широких, как у породистой собаки, лапах. Ручка короткого крана была затейливая, похожая на цифру 8. А на восьмерке сидело множество маленьких колечек, завитошек. Сверху на самоваре была конфорка с узорными вырезами. Точно царская корона. Это был царь самовара. От такой находки Митя стало весело. С концентратами за пазухой, с лампой под мышкой, с самоваром на плече он отправился к себе. Пост был в полном порядке. Митя занялся устройством своих дел. Сначала развел большой костер, чтобы нажечь для самовара угли. Потом принялся вырезать ножом дно консервных банок. Пустых банок было много. И скоро, втыкая одну в другую, Митя собрал длинную трубу. Еще надо было добыть воду. Митя набил снегом котелок и повесил его над костром. Пока снег таял, он принес из блиндажа горсть песку, тряпицу и начал драйвить свою находку. Мить хорошо очищалась. Самовар засиял. В красном самоварном боку Митя увидел свое лицо. С толстенным носом, с приплюснутым лбом и подбородком, с расплывшимися в стороны щеками. Митя подмигнул своему отражению. И рожа на самоваре взглядела чудной и веселой гримасой. «Ничего, жить можно!» – подумал Митя. В блиндаже с самоваром стало уютно. А когда Митя разжег его, пошло тепло. И уж совсем согрелся Митя после чая. Напиться вдоволь настоящего самоварного чая на войне – такое на войне не каждому удается. Прохаживаясь около снарядов, Митя все посматривал на блиндаж, на трубу, из которой поднимался сизый дымок. Ночью дыма не стало видно. Зато стали видны искорки. Они летели вверх красными мошками. На следующую ночь Митя тоже долго не засыпал, тоже думал. Но мысли эти были спокойные, нетревожные, не страшные. Он представил себе людей, которые в мирное время сидели за самоваром. Наверное, это была большая семья. Мать с отцом, дети, бабушка с дедушкой. На столе у них стояли всякие вкусные вещи – баранки, лепешки, варенье, конфеты. И над этой вкуснотой, над чашками и блюдцами возвышался самовар. А потом напали фашисты. Хозяин самовара, конечно же, пошел на войну. А куда делись мать с детьми, бабушка с дедушкой? Ушли от фронта. А самовар оставили. Вот он какой, понеси-ка его. Пехотинцы, которым он попал, тоже не понесли. Ясное дело, им жалко было с ним расставаться. Но ничего не поделаешь. У пехоты грузы и так много. Винтовка, патроны, гранаты, противогаз, лопатка. Так рассуждал про себя Митя и незаметно уснул. Три дня обещанные старшиной прошли. Но за снарядами и за Митей все не ехали. Вверно, далеко погнали фашистов, подумал Митя. Да ведь без снарядов, как знать их? Ну ладно, ничего, подожду, теперь ждать можно. Однажды, это было на шестой день, Самовар вдруг запел. В его горячей середине послышалось тонкое жужжание со звоночками. Крошечные звоночки с каждой минуты звонили все звонче, все чаще. Скоро отдельные звуки слились в один, будто загудела дудочка. Митя вспомнил жутливую примету. Самовар поет к дороге. И правда, в этот день приехали машины. Митя и товарищи, как погрузили снаряды, стали пить чай. Кто заваривал в кружке, берет свою веточку, кто подгоревший сухарик. И все хлопали самовар по круглым бокам, будто хвалили, благодарили за доставленное удовольствие. Митя устроил свое место в грузовике среди ящиков. Селся там удобно и положил еще теплый самовар на колени. Так он навез его до своего дивизиона. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ